друзья всем привет наконец-то я почти закончил сборку поворотного чипу выжигателя осталось в этом станке установить задний упор с вращающимся центром то есть надо здесь небольшое крепление придумать чтобы была соосность с патроном четко это мелочи это нам не мешает станок протестировать без упора будем тестировать и на стекле и на дереве так сам станок корпус станка это 3 миллиметровая сталь изогнутая то есть это все цельный один лист гнулась эта деталь на заводе на гибочном чипу станке и вырезалась лазером полностью и контур и вот логотип заказчика здесь такая небольшая ручка для переноса станок стоит на ножках резиновых лазер 2 и 5 ватта модуль лазер мне предоставил сам заказчик то есть я не заказывал лазер отдельно на него контроллер все тот же микро нси 2 от сергея ефремова за что ему огромное спасибо за его помощь в настройке этого станка и также он в своих пост процессорах для своей программы сделал команду эта команда рассчитывает миллиметры переводит в градусы и станок работает по поворотной оси не в миллиметрах а в градусах но это только в его программе если делаем вектор то здесь уже надо рассчитывать длину окружности это потом шаги мы делим на длину окружности и получаем шаг на миллиметр которые шаги эти потом надо пробить в контроллер в память запрограммировать то есть это конечно для вектора не очень удобно но арткам как сергея программа так не умеет и так изначально станок собирался на вот этот узел поворотный был на редукторе вот этот вот редуктор планетарный здесь четыре этажа планетарных шестеренок вот таких вот сборок четыре штуки стоит редукция у этого редуктора 1 к 100 то есть 100 оборотов двигателя один оборот вала редуктора все вроде бы ничего было бы классно да но у этого редуктора после установки патрона здесь стоит втулка переходная с 14 резьбы на 8 вал вот для этого редуктора патрон начал люфтить то есть мало того что у него осевой люфт появился туда сюда и радиальный еще это очень было печально пришлось от него отказаться и делать уже самому редуктор сейчас я поближе покажу как он устроен и так были у меня кое-какие запчасти был ремешок замкнутый и был шкив шкив как раз внутренним диаметром 8 миллиметров и 36 зубов у него ушки во на двигателе 20 зубчиков получается редукция 1 к 8 что в принципе отлично работает меня устраивает и скорость вектора и никаких люфтов нет здесь внутри идет вал 8 миллиметровый один опорный подшипник стоит здесь 2 и сзади 3 еще сейчас все это работает отлично без каких-то люфтов пропусков шагов и так далее вот с этим редуктором я толком еще не мог добиться нормального вращения в принципе просто вращение патрона ну вышли ситуации и слава богу как говорится так внутри стоит профиль 20 на 60 на нем крепится поворотная ось также здесь будет крепится и регулироваться задний упор упор еще регулируется вперед-назад центр вращается на подшипнике также как и на других моих станках на этом есть подъемный механизм регулировки высоты лазера чтобы регулировать фокус ближе дальше очень классная штука давненько я ее ставлю на свои станочки очень удобно так направляющие направляющие от моего старого 3d принтера 12 миллиметровая рельса мгн 12h ремешок джеки 26 миллиметровый натяжной ролик здесь с этой стороны еще есть два отверстия то есть чтобы можно было открутить переставить тем самым подтянуть ремень двигателя все те же нам 18 здесь мощные двигателя не нужны вот такой вот аппарат получился кстати а покраска да и покраска еще была порошковая окраска то есть покраска хорошее качество отличные здесь тумблерок для включения питания ну а теперь давайте потестируем сделаем гравировку на стекле и на дереве и посмотрим как это вся система работает так тестируем гравировку на стеклянные рюмки рюмка предварительно окрашена черный матовой краской из баллончика гравировка по вектору 2d выборка скорость я выбрал маленькую 100 миллиметров в минуту потому что не знаю как получится если получится хорошо то можно и быстрее конечно ну поехали все гравировка закончилась вот такая получилось рюмочка кирюша 420 месяцев забыл протестировал станок на стекле и небольшой сувенир к дню рождения сейчас я ее вытащу от мою и уже в готовом виде покажу что получилось так друзья отмыл я рюмочку вот такая вот получилась гравировка сейчас темный фон дадим все четко но единственное что 100 миллиметров в минуту это конечно это очень медленно в принципе можно было наверное ускорить раза в два то и в три но это первая проба стекла на этом станке я думаю заказчик поэкспериментируют с разными режимами и подберет для себя более оптимальный ну а теперь давайте что-нибудь сделаем на дереве купил черенок березовый сейчас я его установлю подготовлю картинку и что-нибудь еще выжгем так вот от пила черенка небольшой кусочек подготовил векторное изображение узор небольшой сейчас запускаю посмотрим что получится все будет в реальном времени не буду ничего увеличивать ускорять и так далее скорость 1000 миллиметров в минуту погнали ну да не но что надо будет могу наверно мощность лазера убавить так было двести из двухсот пятидесяти пяти сейчас на контроле убавил еще написать четыре процента все равно слишком сильно ждет все надо подбирать скорость а мощности опытным путем методом тыка да даже на мощности 108 круто шпарит 60 процентов уже выполнен выполнен так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или скорость увеличивать, или мощь уменьшать... Вот здесь снизу было 200, здесь сверху уже 108... Вот такой вот аппаратик получается, можно гравировать и на ручках, карандашах круглых... И на стекле оказывается, так что... Очень многофункциональная штука... Все друзья, всем спасибо за просмотр... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте... Ссылочку я оставлю в описании видео... И также ссылку на детали для этого станка... Где, какие я заказывал, тоже будут в описании видео... Всем спасибо, всем пока-пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...